Друзья, всем привет! Поздравляю всех с наступающим 2018 годом! И в окончании 2017 года хотелось бы затронуть очень важную тему для каждого из вас. Вообще, наверное, одну из самых важных тем в жизни каждого человека. Это тема планирования. Осталось буквально два дня до конца этого года. И я вам настоятельно рекомендую постараться выделить часок, может быть, два часа, лучше сегодня вечером или как-то завтра вечером, на то, чтобы подвести итоги 2017 года и прописать планы на 2018 год. Составьте список порядка где-то из 100, 100 целей на 2018 год совершенно разных. И сегодня я хотел бы вам поделиться с вами, как это делаем мы. Мы это делаем с июля уже с 2015 года. Мы купили специально такой кожаный, хороший, с золотыми страничками ежедневник. И как мы его ведем? Вы, наверное, не раз слышали во всех книгах, что важность планирования – это одно из самых главных. Я всегда говорю, если человек, к примеру, не ставит цели, то он живет по целям и по планам других людей. Вот я могу вам показать, как мы это делаем, да? Как вообще, в принципе, это делать нужно. Вот видите, да? То есть, если взять, то мы его начали вести с 2015 года. То есть, каждый год мы прописываем наши достижения. К примеру, вот были наши достижения за 2016 год. Для того, чтобы проще было прописать и ничего не забыть, мы прописываем в зависимости от пунктов. То есть, к примеру, если мы берем бизнес, да? То здесь мы прописывали доходы, мы прописывали команду. То есть, сколько было старших менеджеров, директоров, автомобилей. То, что для нас важно, да? Не просто там какие-то свои только личные цели, да? То есть, для нас важен рост в команде. И мы здесь, к примеру, прописывали. Дальше, соответственно, мы прописывали, к примеру, мероприятия, какие мы посетили, да? Какие мы сами организовывали. Тоже очень важно, потому что, знаете, чтобы понимать, как прошел год, да? Что я сделал за этот год, что я создал, а что я посетил, да? Обязательно мы прописываем новые звания в 2016 году, да? Мы прописывали цели на 2017 год. Цели тоже разные. То есть, у нас были совместные цели, да? Есть цели, к примеру, личные у каждого из нас, да? И вот таким вот образом мы сейчас тоже, наверное, сегодня вечером уже выделим время. Либо, может быть, ну, край сегодня начнем, а завтра будем заканчивать. Обязательно подведем итоги 2017 года, да? И обязательно мы распишем на 2018 год. Вот, к примеру, да? Один из тоже пунктов, очень важный. Что надо сделать для достижения наших целей на 2016 год? Здесь мы прописали, какими нам нужно обладать качествами. То есть, что мы хотим себе улучшить, выработать, да? На что обратить внимание, какие мы должны сделать, может быть, новые мероприятия, какие-то инструменты в команде. Вот, к примеру, вот здесь вот я фиксирую, в течение всего года фиксировал наши мероприятия и события команды в 2017 году, да? То есть, в течение года я вел такую фиксацию. Это разные мероприятия, которые мы делали, которые мы посещали. Москва, Чебоксары, да? К примеру, разные курсы, да? Здесь я уже прописал в течение всего года новые звания за 2017 год. Вот еще, то есть, буду сюда добавлять. Ну и, соответственно, вот сейчас мы будем заканчивать этот год, опять же, подведением итогов, да? Достижениями своими и планами. Обязательно пропишите более детально, да? Разбейте его на категории. То есть, личные цели, семья, там, к примеру, да, путешествия, еще что-то, какие-то покупки, однозначно бизнес. И знаете, если ставить цели, если прописывать, то в любом случае они будут сбываться, да? Может быть, не все за один год, но они будут, если вы к этому будете идти. Если этого не делать, то, знаете, год он пролетит и пролетит, то есть, ну, как получится. Потому что вы прекрасно понимаете, да, что вот он Новый год недавно только что был, и сегодня уже еще один Новый год. И лет, ну, в следующий год он также быстро пролетит. Так что пропишите более 100 целей, подведите планы, итоги и поверьте, тогда 2018 год будет намного успешнее, плодотворнее, чем 2017 уходящий, да? Все, друзья, всем пока, с наступающим Новым годом!